Субтитры делал DimaTorzok Мы шли до дома, очень долго осталось, я говорю, ааа, еда, еду сейчас покажу, вот такая вот еда, а мне так говорит, ааа, вот это вот, ааа, что это из игры кальмара, вот такие штуки, да, когда играли, писали. Всем привет и поехали! Утро началось с рыбного рынка и деревни Камчхон. Все, только подошли и сразу автобус, какие-то фрукты висят. А правда, что это за фрукты, надо потом погуглить. На сливы похожи. А впереди нас ждет пляж Сонго Бич и фуникулер Сонго Кейбл Кар. Ребята, не грустите, если не сели на свой автобус. Просто прогуляйте с пешочком 2 километра, 3 километра и вы увидите настоящую Корею. Пешком идем через весь Пусан на фуникулер и посмотрите, какие ступеньки, это мы прошли 3 километра. Черепаха, медуза, не знаю медуза, не медуза, тут тканьки морские и рыбка. Переходим дорогу, это когда собачка на меня затяпкала. Ну ладно, давай пройдем с собой на него. Вот он пляж, мы дошли до этого пляжа, я его называла, он был на указателе. Напомнила? Вот, не знаю слышно, нет, потому что я могу произнести неправильно. И ничем не хуже, чем тот пляж, известный, на котором мы были. Меньше, виды менее красивые, там же совсем дорого. Ну, единственное, просто меньше, там краны, там может быть портят вид. Даже небоскребы все новые. Ну вот, небоскребы тебе. В общем, этот пляж уютный, мне он нравится. Мне тоже нравится. Пляж Сонгдо бич – это только положительные отзывы. И его можно советовать. Реально чайки огромные. Так, я показываю. Ой, камеру держу. Просто у меня камера, рюкзак. Вот так вот я все снимаю. Здесь такая скамеечка, на которой можно просто сесть и отдохнуть. Так, теперь где чайки? Улетели сволочи. Ох, а внизу, посмотрите, внизу там стирают вещи. Сейчас только заметили. И чайки прилетели. Оттуда идет рассказ про вухалку. Ну, на корейском языке. Можете по картинкам определить. Мы только задумывались. С той стороны, думаешь, история? Ну да, начало оттуда. Ну, там два, три, четыре. Они что-нибудь родные. А ты там машина? А ты там машина? И по фиге-то делили. Так, переход прошлепили. Ну, метров пять прошли лишних. Обратно идем на историю, на историю русалки. Дракон. И вот здесь переход. А ну да. Ну, русалка и дракон. Жила себе на зеленый напиток с зеленого змея. Смотрите, тут вход в одной стороне, вот где мы зашли. И выход с красивыми видами на горы. В той стороне находится магазин. И вот здесь билеты. Цена билета в обыкновенную кабинку – 15 тысяч вон. А с прозрачным полом – 20 тысяч вон. Отсканировали. Здесь трэш. Смотри, красная, наши кабинки меньше. Хорошая. Все. Синяя лента. Красная лента – это с прозрачной кабинкой меньше. Мы еще и без очереди, потому что мы пошли более дорогой. Вот прозрачная кабинка. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Как раз глянуло быстро! Стекла в кабинке – чистые и прозрачные. И что удивительно, пол тоже идеальный. Ни одной царапинки. Смотрите, Оса хочет напиток наш выпить. Ладно. Кыш! Когда выходишь из кабинки канкулера, то сразу попадаешь в другое прекрасное место. Вот тут везде. Это рай для детей. Это игровые площадки, кафешки с вкусняшками. А уже дальше по тропинке с шикарными видами с направыми площадками идешь через лес вниз к морю. Какие-то ступеньки вниз. Я не знаю, дойдем мы до моря или нет. Почти добрались до моря. Остался последний рывок. Все, сидели-сидели на этой площадке смотровой, предпоследней, к морю. Решили все равно спуститься. Просто тут столько всего надо посмотреть, еще вверх подняться. Вей какая-то ползет таракан, что ли? Их вообще тут море тараканов оказывается. А что они едят? Что едят эти существа? Сейчас увеличу. Фу-у-у-у. Кстати, эти тараканы бегают тут везде. Сейчас видны, пойду попробую моря. Какые они толстные, прохладные. Как здорово. Как делают фотки в таком красивом месте. Посмотрите. Нашла ракушку, правда она маленькая. Такое интересное, я таких не видела. На эту зону я бы отвела 30 минут. Посмотрите, мы были одни, сейчас людей набежало. Это вторая партия. Сколько их? Попоткаться можно, поболтыхаться. Сейчас покажу. Вот это место, оно не фокусируется. Все, я точно упала. Она дошла до какой-то смотровой площадки. Ступенек сразу скажу, миллион. Даже море не видно. Вроде питьевой фонтанчик еще есть. Включай. Вода хоть есть? Может быть это какая-нибудь горная вода. Вот они в шишки так играют. Один шишку бросает, другой ее ловит. Даже не шишка, фигню какую-то. Это перышко вообще. Перышко, потому что он шишку ищет. Знаешь, я правильно звала. В общем, бросай как хочешь с любой стороны. Сижу, жду, еду. В таком месте странном. Давайте увеличим этих динозавров. Какой страшный монстр. Это газировка вишневая. Вот эта штука с креветкой. Дай сюда поближе. 3000 стоит всего. 150 рублей. Уже куснула. И напиток? Тоже 3000. И наверху, вон там наверху, смотровая площадка. Поднялись мы в это здание. Здесь три этажа. Кафе, ресторан, галерея. И посмотрите, такие подушечки, на которые можно просто плюхнуться, отдыхать и сидеть. Все, эти два свободные. Я плюхаюсь. Па-пам! Вот сколько развлечений на крыше здания. На фуникулёне мы забрались на самую высокую точку. Еще одна хорошая собачка. Я уже снимаю. Снимаешь? Беги. Я жду с девочкой. Да. Я с пиццовой. Я бы сюда села. Я бы тоже. Я хотела найти качелю. Как круто. Они в ярочках еще. Мы были в 2588-м. Я купил сегодня билеты на этот фехмейл. Едем обратно. Посмотрите, опять то же самое. Здесь огромная очередь. Заходим, 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 заходим. Если я дойду до редакции этого видео. Ладно, шайки такие жены. Ну, чайки я насниму. Ну, уже. Все. Посадка. Ой, кажется, так роматично. Вечер второго дня. Наш отель Пусан. Идем домой. Это тоже Корея. Четыре километра до нашего отеля. И тут вот мостом такая вот туса интересная. Что-то поймали? Стопись. Короче, шли-шли до дома. Еще недолго осталось. Я говорю, ааа, еда. Еду сейчас покажу. Вот такая вот еда. А Вета говорит, ааа, вот это вот, ааа. А тут спит щеночек. Вон там спит. О, нет. Вот тут щеночка. Вот так не снимет. А вверху тоже щеночки. А еще два места есть. Я тебя туда посажу, оставлю, уеду. Как особо на гривы. Это магазин, который продает корм для собак. Видишь? Он же не собак продает. И собак? Посмотри, посмотри, как они играются. А что девушек просто так сюда поставят? Так ты его знаешь, я не считаю. Смотри, смотри. А этот вообще бегает туда-сюда, туда-сюда. Шагов 20, наверное, от этих собачек. Вот рыбный рынок я показала. Покажу, может быть, до этого. Следы. И тут опять эти милые животные, милые собачки. Мусик-пусик. Посмотри, какие гориллы. Тебе понятно, почему здесь так много собачников. Вот увидишь такую собачку, хочется домой водить. Я бы взяла. Ну, это просто с петицей умаялась. Берем 10 штучек за 4 тысячи годов. Сейчас нам красиво упакуют. А можно 5 спайси, 5 не спайси? Нет, не надо. Он так ловко их готовил. Переворачивал каждую за 3 секунды. Причем реально по каждой проходил все. У него даже логотип. Вот маленькая осьминожка. Ты еще купишь что-то? А сколько стоит такое сердечко? 2 тысячи. Вон, вот такие сердечки. Игра кальмара в кальмарах. Так уж и вечер. Я хотела снять, как выглядит свечения улица. Сейчас здесь уже потише. Мы свернули на другую улицу. Параллельно наш отель. Тут тоже 2 кафешки. Все, дошли до нашего отеля. Если кто-то хочет выбрать отель в Кусан. В Кусане. Смешно звучит. Вон там 2 сауны подряд. Кафе, видите, закрыто вечером. Вот 2 кафе подряд. Недорого, вкусно. Ночевали одну ночь. Сходили по достопримечательностям. Посмотрите. Убрали комнату. Параллель, все динамички. Не знаю, деньги на месте или нет. Проверять не буду. В общем, где-то там в чемодане деньги зарыты. Вот такая осьминожка. В общем, любые такие сушеные штуки, они приблизительно похожи. Вот эта вот немножко сладковатая. Нарезка рыбная. В общем, похожа.